Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа. 70-летний юбилей Организации Объединенных Наций – хороший повод обратиться и к истории, и поговорить о нашем общем будущем. В 1945 году страны, разгромившие нацизм, объединили усилия, чтобы заложить прочные основы послевоенного мироустройства. Напомню, что ключевые решения о принципах взаимодействия государств, решения о создании ООН принимались в нашей стране на ялтинской встрече лидеров антигитлеровской коалиции. Ялтинская система была действительно выстрадана, оплачена жизнью десятков миллионов людей, двумя мировыми войнами, которые прокатились по планете в XX веке. И, будем объективны, она помогла человечеству пройти через бурные, порой драматические события последних 70-летий, уберегла мир от масштабных потрясений. Организация объединенных наций – структура, которой нет равных по легитимности, представительности и универсальности. Да, в адрес ООН в последнее время раздается немало критики, якобы она демонстрирует недостаточную эффективность, а принятие принципиальных решений упирается в непреодолимые противоречия, прежде всего между членами Совета безопасности. Однако хочу отметить, что разногласия в ООН были всегда на протяжении всех 70 лет существования организации. И право вето применялось всегда. Им пользовались и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и Франция, и Китай, и Советский Союз, позднее Россия. Это совершенно естественно для столь многоликой и представительной организации. При основании ООН и не предполагалось, что здесь будет царить единомыслие. Суть организации, собственно, и заключается в поиске и выработке каппроэсов, а её сила – в учёте разных мнений и точек зрения. Обсуждаемые на площадке ООН решения согласовываются в виде резолюции или не согласовываются. Как говорят дипломаты, проходят или не проходят. И всякие действия любых государств в обход этого порядка нелегитимны и противоречат уставу ООН современному международному праву. Мы все знаем, что после окончания Холодной войны, все это знают, в мире возник единственный центр доминирования. И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, возник соблазд думать, что если они такие сильные и исключительные, то лучше всех знают, что делать. А следовательно, не нужно считаться и с ООН, которая зачастую вместо того, чтобы автоматически санкционировать, узаконить нужное решение, только мешает, что называется, как у нас говорят, путается под ногами. Пошли разговоры о том, что организация в том виде, как она была создана, устарела, выполнила свою историческую миссию. Конечно, мир меняется, и ООН должна соответствовать этой естественной трансформации. Россия на основе широкого консенсуса готова к этой работе по дальнейшему развитию ООН со всеми партнерами. Но считаем попытки расшатать авторитет и легитимность ООН крайне опасными. Это может привести к обрушению всей архитектурно-международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет всё больше диктата и всё меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы. Мир, в котором вместо по-настоящему независимых государств будет множиться число фактических протекторатов, управляемых извне территории. Ведь что такое государственный суверенитет, о котором здесь уже коллеги говорили? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства. Кстати говоря, уважаемые коллеги, в этом же ряду и вопрос о так называемой легитимности государственной власти. Нельзя играть и манипулировать словами. В международном праве, в международных делах каждый термин должен быть понятен, прозрачен, должен иметь единообразное понимание и единообразно понимаемые критерии. Мы все разные, и к этому нужно относиться с уважением. Никто не обязан подстраиваться под одну модель развития, признанную кем-то раз и навсегда единственно правильную. Всем нам не стоит забывать опыта прошлого. Мы, например, помним им примеры из истории Советского Союза. Экспорт социальных экспериментов, попытки подстегнуть перемены в тех или иных странах, исходя из своих идеологических установок, часто приводили к трагическим последствиям. Приводили не к прогрессу, а к деградации. Однако, похоже, никто не учится на чужих ошибках, а только повторяет их. И экспорт революции, теперь уже так называемых демократических, продолжается. Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, о чём говорил предыдущий выступающий. Конечно, политические, социальные проблемы в этом регионе назревали давно, и люди там, конечно, хотели перемен. Но что получилось на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа. А права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики, в которой лежит самоуверенность, убеждённость в своей исключительности и безнаказанность, так и не отказались. Уже очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки вакуум власти привёл к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться экстремистами и террористами. Под знаменами так называемого исламского государства уже воюют десятки тысяч боевиков, в их числе бывшие иракские военнослужащие, которые в результате вторжения врага в 2003 году были выброшены на улицу. Поставщиком ректортов является и Ливия, чья государственность была разрушена в результате грубого нарушения резолюции 1973 Совбеза ООН. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной Западом. Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так называемого исламского государства. Да и само исламское государство возникло не на пустом месте. Его также поначалу пестовали, как орудие против неугодных светских режимов. Создав плацдарм в Сирии и Ираке, исламское государство активно расширяет экспансию на другие регионы, нацеливается на господство в исламской мире. И не только там, только этими планами явно не ограничиваются. Положение дел более чем опасное. В такой ситуации лицемерно и безответственно выступать с громогласными декларациями об угрозе международного терроризма и при этом закрывать глаза на каналы финансирования и поддержки террористов, в том числе за счёт наркобизнеса, нелегальной торговли нефтью, оружием, либо пытаться манипулировать экстремистскими группировками, ставить их себе на службу для достижения собственных политических целей, в надежде потом как-нибудь разобраться с ними, а попросту говоря ликвидировать. Тем, кто действительно так поступает и так думает, хотел бы сказать, уважаемые господа, вы имеете дело, конечно, с очень жестокими людьми, но вовсе не с глупыми и не с примитивными. Они не глупее вас и ещё неизвестно, кто кого использует в своих целях. И последние данные о передаче оружия этой самой умеренной оппозиции террористам – лучшее тому подтверждение. Считаем любые попытки заигрывать с террористами, а тем более вооружать их, не просто недальновидными, а пожароопасными. В результате глобальная террористическая угроза может критически возрасти, охватить новые регионы планеты. Тем более, что в лагерях исламского государства проходят обкатку боевики из многих стран, в том числе из европейских. К сожалению, должен сказать об этом прямо, уважаемые коллеги, и Россия не является здесь исключением. Нельзя допустить, чтобы эти головорезы, которые уже почувствовали запах крови, потом вернулись к себе домой и там продолжили своё чёрное дело. Мы этого не хотим, ведь этого никто не хочет, не так ли? Россия всегда твёрдо и последовательно выступала против терроризма во всех его формах. Сегодня мы оказываем военно-техническую помощь и Ираку, и Сирии, другим странам региона, которые ведут борьбу с террористическими группировками. Считаем огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями, правительственной армии, с теми, кто мужественно лицом к лицу сражается с террором. Надо, наконец, признать, что кроме правительственных войск президента Асада, а также курдского ополчения в Сирии с исламским государством и другими террористическими организациями, реально никто не борется. Мы знаем все проблемы региона, все противоречия, но нужно всё-таки исходить из реалий. Уважаемые коллеги, вынужден заметить, что такой наш честный и прямой подход в последнее время используется как предлог, чтобы обвинить Россию в растущих амбициях. Как будто у тех, кто говорит об этом, нет вообще никаких амбиций. Но суть не в амбициях России, уважаемые коллеги, а в том, что терпеть складывающееся в мире положение уже невозможно. В действительности же мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и общими интересами. На основе международного права объединить усилия для решения стоящих перед нами новых проблем и создать по-настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию. Как и антигитлеровская коалиция, она могла бы сплотить в своих рядах самые разные силы, готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, сеет зло и человеконенавистничество. И, конечно, ключевыми участниками такой коалиции должны стать мусульманские страны. Ведь исламское государство не только несет им прямую угрозу, но и своими кровавыми преступлениями оскверняет величайшую мировую религию – ислам. Идеологи боевиков издеваются над исламом, извращают его истинные гуманистические ценности. Хотел бы обратиться и к мусульманским духовным лидерам. Сейчас очень важны и ваш авторитет, и ваше наставническое слово. Необходимо уберечь людей, которых пытаются вербовать боевики от необдуманных шагов. А тем, кто был обманут и в силу разных обстоятельств оказался в рядах террористов, нужно помочь найти дорогу к нормальной жизни, сложить оружие, прекратить братоубийственную войну. Уже в ближайшие дни Россия как председатель Совета Безопасности создает министерское заседание для комплексного анализа угроз на пространстве Ближнего Востока. Прежде всего, предлагаем обсудить возможность согласования резолюции о координации действий всех сил, которые противостоят исламскому государству и другим террористическим группировкам. Повторю, такая координация должна основываться на принципах устава ООН. Рассчитываем, что международное сообщество сможет выработать всеобъемлющую стратегию политической стабилизации и социально-экономического восстановления Ближнего Востока. Тогда, уважаемые друзья, и лагеря для беженцев строить не придется. Поток людей, вынужденных покинуть родную землю, буквально захлестнул сначала соседние страны, а потом и Европу. Здесь счет идет на сотни тысяч, а может пойти и на миллионы людей. Это, по сути, новое, великое, горькое переселение народов. И тяжелый урок для всех нас, в том числе и для Европы. Хотел бы подчеркнуть, беженцы, безусловно, нуждаются в сострадании и поддержке. Однако кардинально решить эту проблему можно только путем восстановления государственности там, где она была уничтожена, путем укрепления институтов власти там, где они еще сохранились или воссоздаются, путем оказания всесторонней помощи военной, экономической, материальной, попавшим в трудное положение странам. И, конечно, тем людям, которые, несмотря на все испытания, не покидают родных мест. Разумеется, любая помощь суверенному государству может и должна не навязываться, а предлагаться и исключительно в соответствии с уставом ООН. Короче, все, что делается и будет делаться в этой сфере в соответствии с нормами международного права, должно быть поддержано нашей организации. А все, что противоречит уставу ООН, отвергнуто. И, прежде всего, считаю крайне важным помочь восстановить государственные структуры в Ливии, поддержать новое правительство Ирака, оказать всестороннюю помощь законному правительству Сирии. Уважаемые коллеги, ключевой задачей международного сообщества во главе с ООН остается обеспечение мира региональной и глобальной стабильности. На наш взгляд, речь должна идти о формировании пространства равной и неделимой безопасности. Безопасности не для избранных, а для всех. Да, это сложная, трудная, длительная работа, но альтернативы этому нет. Однако блоковые мышления времён Холодной войны и стремление к освоению новых геополитических пространств у некоторых наших коллег всё ещё, к сожалению, доминируют. Сначала продолжены линии на расширение НАТО. Спрашивается, ради чего, если Варшавский блок прекратил своё существование, Советский Союз распался, а тем не менее НАТО не только остаётся, она ещё и расширяется, так же, как и её военная инфраструктура. Затем поставили постсоветские страны перед ложным выбором быть им с Западом или с Востоком. Рано или поздно такая конфронтационная логика должна была обернуться серьёзным геополитическим кризисом. Это и произошло на Украине, где использовали недовольство значительной части населения действующей властью и извне спровоцировали вооружённый переворот. В итоге вспыхнула гражданская война. Мы убеждены, остановить кровопролит, найти выход из тупика можно только при полном добросовестном выполнении минских соглашений от 12 февраля текущего года. Угрозами, силой оружия, целостность Украины не обеспечить, а нужно это сделать. Нужен реальный учёт интересов и прав людей в Донбассе, уважение к их выбору, согласование с ними, как это и предусмотрено минскими договорённостями, ключевых элементов политического устройства государства. В этом залог того, что Украина будет развиваться как цивилизованное государство, как важнейшее связующее звено в строительстве общего пространства безопасности и экономического сотрудничества как в Европе, так и в Евразии. Дамы и господа, не случайно сказал сейчас об общем пространстве экономического сотрудничества. Ещё недавно казалось, что в экономике, где действуют объективные рыночные законы, мы научимся обходиться без разделительных линий. Будем действовать на основе прозрачных, совместно выработанных правил, в том числе принципов ВТО, которые подразумевают свободу торговли, инвестиций, открытую конкуренцию. Однако сегодня чуть ли не нормой стали односторонние санкции в обход устава ООН. Они не только преследуют политические цели, но и служат способом устранения конкурентов на рынке. Отмечу ещё один симптом растущего экономического эгоизма. Ряд стран пошли по пути закрытых, эксклюзивных экономических объединений. Причём переговоры об их создании идут кулуарно, втайне и от собственных граждан, от собственных деловых кругов, общественности, но и от других стран. Другие государства, чьи интересы могут быть затронуты, также ни о чём не информируются. Вероятно, всех нас хотят поставить перед фактом, что правила игры переписаны и переписаны опять в угоду узкого круга избранных, причём без участия ВТО. Это чревато полной разбалансировкой торговой системы, раздроблением глобального экономического пространства. Обозначенные проблемы затраивают интересы всех государств, влияют на перспективы всей мировой экономики. Поэтому предлагаем обсудить их в формате ООН, ВТО и Группы 20. В противоположность политике эксклюзивности Россия предлагает гармонизацию региональных экономических проектов, так называемую интеграцию интеграции, основанную на универсальных, прозрачных принципах международной торговли. В качестве примера приведу наши планы по сопряжению Евразийского экономического союза с китайской инициативой по созданию экономического пояса шёлкового пути. И по-прежнему большие перспективы видим в гармонизации интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и Евросоюза. Дамы и господа, среди проблем, которые затрагивает будущее всего человечества, такой вызов, как глобальные изменения климата. Мы заинтересованы в результативности климатической конференции ООН, которая состоится в декабре в Париже. В рамках своего национального вклада к 2030 году планируем ограничить выбросы парниковых газов до 70-75% от уровня 1990 года. Однако предлагаю посмотреть на эту проблему шире. Да, устанавливая квоты на вредные выбросы, используя другие по своему характеру тактические меры, мы, может быть, на какой-то срок и снимем остроту проблемы, но, безусловно, кардинально её нерешимы. Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принципиально новых, природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. И убеждён, чтобы ответить на него, у человечества есть интеллектуальный потенциал. Нам необходимо объединить усилия. И прежде всего тех государств, которые располагают мощной исследовательской базой за делами фундаментальной науки. Предлагаем созвать под эгидой ООН специальный форум, на котором комплексно посмотреть на проблемы, связанные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением среды обитания, изменением климата. Россия готова выступить одним из организаторов такого форума. Уважаемые дамы и господа, коллеги, 10 января 1946 года в Лондоне начала работу первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Открывая её, председатель подготовительной комиссии сессии, колумбийский дипломат Зулета Анхель, на мой взгляд, очень ёмко сформулировал принципы, на которых должна строить свою деятельность ООН. Это добрая воля, презрение к интригам и хитростям, дух сотрудничества. Сегодня эти слова звучат как напутствие всем нам. Россия верит, верит в громадный потенциал ООН, который должен помочь избежать новой глобальной конфронтации и перейти к стратегии кооперации. Вместе с другими странами будем последовательно работать ради укрепления центральной координирующей роли ООН. Убеждён, действуя вместе, мы сделаем мир стабильным и безопасным, обеспечим условия для развития всех государств и народов. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ